Проверяйтесь! Смирно! Мы сейчас открываем наш спутник, посвященный 78-й годовщине начала контрастопления Советского Смойка над Москвой. Путник открывает носа Технич, Мудрюшов. Просите выписывания ветеранов. Алина Неснафаровна. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, гости. Встал доброй традицией провожать уходящий год у ветеранской Организации Управления Охраны. Закладного камня в память защитников Москвы. Вот день, когда 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Советских войск под Москвой. Первый трудный шаг на длительном пути к нашей великой победе в мае 1945 года. Сегодня присутствует здесь личный состав Управления Университета Охраны. Ветеранский актив. Поэтому я сейчас предоставляю слово полковник полиции Коновалу Игоря Александровичу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Для всех нас и прежде всего для старшего поколения наших ветеранов войны, Событие первой недели декабря 1941 года стало историческим и переломным. 5 декабря после четырех месяцев изнурительной войны, изнурительных тяжелых боев, больших потерь, отступлений, Враг остановился в оборонительных сооружениях города Москвы. Наступил перелом. Накупленные силы, свежие резервы дали возможность на армии. Наступил перелом. Этого ждала вся страна. Этого не ждал враг. Успех в московской битве вселил наш народ в веру справедливое возмездие гороломному врагу. Враг усиленно наступал на всех направлениях линии фронта. Но особые усилия врага были направлены на то, чтобы захватить Москву. На ее захват и полное разрешение и затопление города. 7 ноября 1941 года фашисты планируют провести в Москве на Красной площади парад победный. И сообщить об этом всему миру. Но они ошиблись. Парад состоялся. Но это был парад наших войск. Парад 24-й год, освященный 24-й год на Сунии Великой Октябрьской революции. Среди бойцов, шагающих по брусчатке Красной площади, был будущий командир 2-го полка, дедовственной охраны милиции Петриков Александр Федорович. Он прошел с длинными военными дорогами большой пункт. И посвятил свою послевоенную жизнь служению в милиции. После военной коды Александр Федоровичу предоставил честь и насилие Москвы во время Красной площади. Безусловно, мы должны гордиться, что в службе московской охраны были настоящие герои войны. Это герой Советского Союза Зайцев Степан Харитоновича имя его присвоенного ЦПП. Как вы знаете, местная охрана. Два полных кавалера в орденах лавы, рядовые солдаты. Лисовский Степан Харитонович и Олифанов Василий Алексеевич. Мы должны беречь память о наших старших товарищах и стремиться быть похожими на них в своей служебной деятельности. Руководство управления поддержит усилия ветеранской организации Совета ветеранов по патриотическому воспитанию личного состава и проведении подобных встреч на территории Парка Победы. И мы будем оценивать участие руководительных подразделений в поддержке своих ветеранских организаций, оказание помощи в создании стендов, посвященных героическим событиям, военной истории. В ветеранской организации в нашем подразделении участвуют в смотре иконских синих скатов, посвященном 70-летию Победы. И нужно, чтобы во всех подразделениях уголки были, которые отражают героический путь наших сотрудников, бывших, путь нашей Победы. Продолжение следует... Предлагаю объявить минуту молчания. Продолжение следует... Продолжение следует...